В минувшие выходные на стадионе было шумно и многолюдно. Поддержать видновскую мотобольную команду пришли сотни горожан. Для «Металлурга» это восьмая календарная игра в рамках чемпионата России 2023 года. В составе команды противника игроки, хотя и молодые, но с каждым сезоном прогрессирующие, по мнению экспертов, ковровец из Владимирской области планомерно возвращает свои позиции. Команда с большими традициями. Она девятикратный чемпионат Советского Союза, была многократная кумка Советского Союза. Поэтому, я говорю, к сожалению, в последние годы немного сдали свои позиции, но тем не менее готовится. И команда, в общем-то, надо, в принципе, когда «Металлург» привык бороться за первое место, и за первое место надо бороться любого соперника, независимо от занимаемого рейтинга в турнирной таблице. Нужно оценить и играть с любым соперником в полную силу. Что «Металлург» и делала, гости из Владимирской области так просто отдавать победу не собирались. Держали оборону, защищали ворота, да и забивать голы не забывали. Ковровчанам удалось закатить видновским спортсменам два мяча. В принципе, не сильно напряженно, но, как всегда, любого надо соперника уважать и ценить, конечно, не важно какой, даже самый слабый, но не очень так напряженно, но довольно-таки нервы помотали. Матч получился захватывающий. Болельщики отметили красивую игру обеих команд. Болел за «Ковровца» и за «Металлург» за обеих команды болею, потому что у них тоже есть легендарный игрок Александр Сарев. Эмоции, конечно, положительные. И хочу сказать, что такой техникой владеть, 250 кубов на такой скорости, и повороты, и остановиться, и видеть поле, это, конечно, сложный вид спорта. С этим согласен и еще один новый болельщик команды «Металлург», серебряный призер Олимпийских игр, пловец Иван Гирев, который на мотоболе побывал впервые и остался под впечатлением. Мне нравятся на самом деле мотоциклы. В общем, ребята интересные, тоже все эмоциональные. Видно, что у них такие тактики свои, что-то они там перекидки делают. Интересно, очень много моментов зрелищных, где они там друг в дружку влетают, и во всем такие вещи, ради которых стоит приходить, посмотреть. Эта встреча закончилась со счетом 6-2. Теперь «Металлургу» предстоит отправиться в Ковров на ответную игру. Матч состоится на местном мотодроме 23 июля. Юлия Погасян, Александр Логин, Новгульнар Балаева. Видно этого.